Слово В 32 стихе Иисус отвечает на их слова и говорит Не Моисей дал вам хлеб с неба А Отец мой дает вам истинный хлеб с небес И более того, Отец дает вам хлеб, который указывает на меня И это дальше идет первое Я есть В 33 стихе мы читаем Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру В 34 стихе мы читаем слова Некоторых людей, которые, наверное, искренне от сердца просили Его о том, о чем попросила Самарянка Когда просила у Него дай мне эту воду На это сказали Ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб А далее Иисус делает заявление, подобное тому, которое Он сделал, когда общался с Самарянкой Я есмь хлеб жизни Приходящий ко мне не будет толкать и верующий в меня не будет жаждать никогда Поразительно Но Я сказал вам, что вы видели Меня и не веруете И далее Он переходит к вопросу, к учению о суверенности Божией Все, что дает Мне Отец Ко Мне придет И приходящего ко Мне не изгоню вон Ибо Я сошел с небес Не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца Я не помню, говорил об этом вам уже или нет Иисус никогда не говорил, Я родился Я, наверное, говорил вам уже об этом, да? Я пришел, или Меня послали, или Я послан Но не Я рожден Об этом мы уже говорим И опять, смотрите, здесь Он использует то же слово «пришел» Ибо Я сошел с небес В 39 стихе говорится О том, что всякий, кто пришел к Господу Всякий, кого Он привлек к себе Не потеряется Чтобы из того, что Он мне дал Ничего не погубить Воля пославшего Меня Есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него Имел жизнь вечную И я воскрешу Его в последний день До конца 6 главы мы читаем разногласия между тем, кем Иисус Христос называл Себя и как Он характеризовал Себя И восприятием Христа народом Когда они говорили Ты слишком много о себе думаешь и всякий раз Иисус Христос, невзирая ни на что Делал заявления о себе все более прямыми и однозначными В 42 стихе мы читаем Не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать Мы знаем, как же Он говорит Я сшел с небес Он повторяется и говорит Верующий в Меня имеет жизнь вечную Я есмь хлеб жизни Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет И в 51 стихе читаем Я хлеб живый Шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек А потом Он говорит Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя А потом в 53 стихе удивительные слова произносит Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его То не будете иметь в себе жизни Идущий плоть Мою и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную Плоть Моя истина есть пища и кровь Моя истина есть питье 55 стих Известно, что в православной католической церкви есть то, что называется присуществлением Когда люди верят в то, что в процессе определенного обряда вино превращается непосредственно в кровь Христову, а хлеб его плоть Трудность общения с этими людьми, трудность обсуждения этого вопроса заключается в том, что в 99% мы как протестанты придерживаемся более буквального Что во всех других вопросах мы придерживаемся более буквальной позиции, чем они А здесь представляется, что мы понимаем не так буквально, как они И это вносит какой-то определенный дискомфорт То есть где-то мы понимаем более буквально Потому что мы, протестанты, это те люди, которые основывают свои убеждения на тексте Библии в первую очередь А здесь происходит что-то непонятное Единственный ответ, который я могу дать на эту проблему Следующий Здесь должно иметь место духовное Потому что в 10 главе Иисус Христос говорит Я дверь овца И в 15 главе Иисус Христос называет себя лозой Тогда получается что? Как мы можем буквально воспринимать то, что написано в 6 главе, если мы не воспринимаем буквально, что написано далее про дверь и лозу? Наверное, все-таки Он здесь говорит о духовной пище Потому что Он говорит о духовной жизни, а не о плотской, а не о телесной жизни Манна давалась людям для того, чтобы насытить их плоть Но здесь речь идет о насыщении сердец и душ человеческих Я есть им хлеб жизни, который необходим вам для духовной жизни Тогда почему в 6 главе Он столь сильно подчеркивает Свою плоть и кровь? Потому что в буквальном смысле Ему надлежало пострадать кровью И Его тело было вознесено на крест И кровь Его была пролита непосредственно и буквально для того, чтобы мы могли иметь жизнь Я вчера уже говорил и сегодня повторюсь, что суть любого чуда – это доказательство, это свидетельство Даже люди, которые в相信 в странно-субстантизии, предпочтают, что оно там остается в руках Также, когда учитесь в руках мокрада, в стихе сухой хозяйкой Это скучает в здоровье в отенцах медленных 하게 Это остается в руках, это остается в пиво, это остается в руках Это никогда не изменяет его собственные правила Даже если вы glaubите в странно-субстит edge Даже те люди, которые придерживаются учения о присуществлении, признают то, что когда человек принимает этот хлеб, этот хлеб остается хлебом в их руках, он остается хлебом в их устах, во рту, он остается хлебом в их пищеварительном тракте и так далее. А то же самое происходит с вином. Никакого особого изменения состояния, изменения качеств не происходит. Так как же они тогда объясняют, что присуществление имеет место, когда нет никаких признаков? Они прибегают в своем объяснении к средневековому пониманию природы материи, которое мы читаем у Фомы Аквинаса. И даже до него. Потому что он воспринял эти убеждения от Аристотеля, который жил за 300 лет до Христа. И идея состоит в следующем. Материя – это не то, как мы ее воспринимаем. И на самом деле вот та самая реальная материя меняется в процессе присуществления. Аристотель говорит, что это всего лишь образ, как бы, этой чашки. На самом деле это не чашка. Это не суть чашки. Это есть некая материальная форма, которую мы визуально воспринимаем и осязаем. Вот то же самое говорят о присуществлении, когда мы способны воспринимать лишь некую внешнюю форму. Но на самом деле вся суть хлеба и суть вина, которую мы не способны воспринимать, все же меняется. Это так, и наука ничего большего не достигла со времен Аристотеля. Конечно, мне более импонирует более буквальная интерпретация, буквальное толкование Священного Писания. И все же здесь совершенно очевидно, что Иисус Христос говорит о духовной жизни. Он действительно ради нашей духовной жизни жертвует непосредственно плотью и кровью. Но нельзя на основании этого отрывка и на основании Писания Вечери Господней заключить, что действительно мы принимаем непосредственно плоти крови Иисуса Христа. Что виной в нее превращается. А с православием я знаком не так, как с католицизмом. Но вот смотрите, на чем они основывают свои утверждения. Потому что они не только говорят, что это происходит, они также говорят, что прясть – единственный, который имеет силу, чтобы это сделать. Они говорят не только о том, что происходит изменение в субстанции, что хлеб становится плотью, а вино становится кровью. Они говорят, что священник – это единственный, в чьих руках такое может произойти. И даже если бы я придерживался мнения о присуществлении взгляда такового, то я не поверил бы, что такое возможно только в руках священника. Где они видят библейское основание подобному утверждению? Вот получается, что они не основывают свои убеждения на Библии, а используют те стихи, которые подходят для обоснования собственной позиции. Совершенно очевидно, что обсуждение 6 главы Евангелия от Иоанна требует глубокого проникновения, оно нелегкое. Здесь заключены две очень важные доктрины, два очень важных учения. Это учение о том, как мы получаем спасение, принимая пищу, которая есть Иисус Христос, и учение о Божьем суверенитете, о Божьей суверенности в нашем спасении. Посмотрите в 65 стих. «И говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». А помните, в 5 главе мы говорили, что люди не приходили к Нему. Но мы также говорили о том, что исцеление больного человека при купальне в Вефезде является символом нашей неспособности по причине греха. «Действительно, неверующий не будет». «Но он и не может, обратите внимание на 65 стих. «Никто не может прийти ко мне». Так как же Бог может судить грешника, как он может обвинить грешника, как он может послать грешника в ад, если грешник не может прийти к нему? На этот вопрос есть два ответа. Один из них богословский, такой технический. «Он имеет отношение к греху Адама и нашему участию в этом грехе». Это то, что богословы называют «первородным грехом». Мы узнаем об этом в Римлянам, в 5 главе, с 12 стиха и далее. Это очень сложный предмет для разговора. «Что такое первородный грех?» В Адаме мы согрешили. А и, следовательно, на нас теперь лежит его вина. Другими словами, мы не можем прийти ко Христу по своей собственной вине. Это глубокий и сложный предмет, у нас просто нет времени сейчас его обсуждать. Но есть более легкий способ понять, и более практичный способ понять, почему Христос может осуждать того, кто не может прийти к Нему. И я попытаюсь донести его до вас с помощью иллюстрации. Я надеюсь, что ответ нет, но боюсь, что он все-таки да. Знаете ли вы певицу по имени Мадонна? У нас есть два добродетельных человека, которые руку не подняли. На мой вопрос, знакомы ли вы с Мадонной. И это очень здорово, потому что не знать Мадонну – это добродетель. Это популярная певица, которая не блещет нравственностью. А теперь, пожалуйста, приготовьтесь к ужасно абсурдной иллюстрации. Готовы. Мы пытаемся понять, почему грешник, который не придет и не может прийти ко Христу, может быть осужден. И вот иллюстрация. Я не буду встречаться с Мадонной. Не буду я с ней проводить время. Просто не буду и все. По многим причинам. Во-первых, потому что я уже женат. Во-вторых, она еще не развелась со своим мужем. В-третьих, я христианина, а она нет. В-четвертых, мне не нравится ее творчество. В-пятых, мне она вообще даже внешне не нравится. Почему мне еще она не нравится? Потому что мне нравятся женщины, которые любят размышлять, у которых в голове что-то есть. Она такого впечатления не производит. Соответственно, я принимаю окончательное решение. Встречаться с Мадонной я не буду. Хорошо, все понятно. Теперь вопрос, могу ли я встречаться с Мадонной? Если бы я хотел, я бы мог предложить ей пойти на свидание? Я не думаю. Мне кажется, это невозможно. Я думаю, что я не мог бы. Но это не меняет реальность. Не меняет того факта, что я не буду с ней встречаться. Видите ли, то обстоятельство, что человек не может прийти ко Христу, не меняет того факта, что он не придет ко Христу. В Библии не говорится, что они очень хотят, но не могут. В Библии говорится, что они и не хотят, и не могут. Поэтому, когда вы будете разбираться с вопросом о Божьей суверенности и о честности, помните, что не только неверующие не могут, но и не хотят. Я практически забыл о том втором стихе, который нам нужно помнить. Помните, когда я вам говорил вчера, что в Библии все-таки написано о тех людях, которые никогда не слышали? Кстати говоря, к этому вопросу, этот вопрос освещается в Евангелии от Иоанна четыре раза. Один из них как раз содержится в шестой главе. А как же те люди, которые, возможно, что-то слышали о Боге или вот сами как-то в своем сознании дошли до того, что Бог есть, что Он есть Творец неба и земли и всего сущего, но они никогда не слышали о Христе? Давайте прочитаем 55-й стих. «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Когда Иисус говорит о Своей плоти и крови, и говорит о Своей суверенности, в 66-м стихе мы читаем, «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили». Для них это было слишком много. Они не могли вместить этого. Они могли вместить хлеб и рыбок, но они не могли вместить это. И они отошли от Него. После этого происходят две вещи. Первая вещь очень эмоциональная, содержит в себе большой пафос и очень такая человеческая по своему характеру. И я думаю, это одно из двух мест в Евангелии, где человеческая природа Христа является наибольшим образом. Он смотрит в своих дисциплинах и говорит, «Вы не хотите ли и Вы отойти?» Это так трогательно, так по-человечески, так необычно. Все от Него уходят, все от Него отходят. Он говорит, «А вы не хотите отойти?» Иногда у нас создается впечатление, что обилие людей у нас в церкви, или обилие людей на нашем служении доказывает, что мы провозглашаем истину о Боге. Я бы сказал, «Возможно, но не всегда». Иногда, наоборот, то обстоятельство, что люди уходят, говорит о том, что мы провозглашаем истину Божию. Пожалуйста, я вас очень прошу, не впадайте в западное идолопоклонство цифру. Пожалуйста, не склоняйтесь перед этим идолом. Многие из учеников отошли от Него. Количество ходящих за Иисусом людей уменьшалось. Итак, Иисус говорит нечто очень по-человечески трогательное в 67 стихе «Не хотите ли вы отойти?» Здесь Он предстает перед нами как человек. А далее Он предстает перед нами как Бог и является Его божественная природа. Симон Петр отвечал Ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголу вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого. И вот что говорит Иисус. «Но и двенадцать ли вас Я избрал Я, но один из вас дьявол?» А другими словами, Иисус говорит здесь следующее. «Да, я понимаю, что уходят люди, уходят ученики, они отходят от Меня, но Я при этом владею ситуацией. Я знаю, кто Мой истинный ученик, и Я знаю, кто не является Моим учеником». Кстати говоря, друзья мои, Иуда не потерял спасение. Он никогда не был верующим. С самого начала он был дьяволом, и так говорится в шестой главе Евангелия Иоанна. А в двенадцатой главе Евангелия Иоанна говорится, что он еще и крал все время. Мы с вами это еще обсудим, когда двенадцатую главу будем разбирать. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok